Уважаемые коллеги, разрешите вас поблагодарить за возможность выступить с докладом о подприменении локальной химиотерапии в клинике Бухина. Огромное спасибо всем коллегам, сотрудникам первого хирургического отделения, а также содружественных клиник, в получении результатов, с которыми я сейчас познакомлю наших коллег. Развитие методов лечения больных с ретиногластомой претерпели глобальные изменения. В 70-е годы единственным методом лечения являлась колечащая операция инуклеация глаза. В 80-е годы была популярна дистанционная лучевая терапия, но поздние осложнения, нарушение роста лицового скелета, колечащие деформации, развитие вторых злокачественных опухолей стали причиной постепенного отказа от нее. В 90-е годы стала применяться системная химиотерапия, которая использовалась для уменьшения опухоли в размерах, то есть подготовки ее к локальным видам лечения, к таким как лазерной или криотерапии, брахитерапии, а также для предотвращения системных метастазов при распространенных интраокулярных опухолях. Вторые злокачественные опухоли и побочные эффекты являются отрицательными сторонами системной химиотерапии. В 80-е годы стала применяться селективная интраартериальная и интравитриальная химиотерапия, но и как любого вида лечения, локальные и системные осложнения данные виды лечения также сопровождают. На данном слайде представлена эволюция развития детской офтальмоонкологии в нашем институте. Уже с 1976 года стали разрабатываться органосохраняющие методики, но в то время основными видами лечения была системная химиотерапия и дистанционное облучение. В настоящее время выживаемость в мире у пациентов с ретинобластомой колеблется от 30 до почти 100% и зависит это от экономического развития той или иной страны. Для определения тактики лечения больных с ретинобластомой принимают в внимание следующие аспекты болезни – интро- и экстраокулярную, одно- и двустороннюю формы заболевания, размер и внутриглазную локализацию опухоли, вторичные осложнения, риски для метастазирования, риски для зрения, наследственную природу болезни. Для минимизации возникновения вторых опухолей больным с ретинобластомой не следует по возможности применять лучевую терапию. В ануклеации по-прежнему часто возникает необходимость, особенно при односторонней, местно распространенной ретинобластомой. И решение для аудиоантной химиотерапии принимается в соответствии с дистологическими факторами риска. Лечение ретинобластомы – это баланс между жизнью пациента, сохранением глаза и его функцией. Здесь вы видите основные виды органов сохраняющих лечения. Выполнение внутриартериальной химиотерапии – это большое искусство. Данная процедура выполняется в стенах Института Блохина с 2011 года. В лаборатории интеграционной радиологии Научно-исследовательского института клинической экспериментальной радиологии. Основные способы введения химиопрепаратов, которые были разработаны и внедрены нашими специалистами. Это классический способ доставки химиопрепарата через глазную артерию, через питающую эколатералью ветвь наружной сонной артерии, а также при необходимости, когда нужно проводить принудительное распределение кровотока, используют микробаллон от этого с болезненным введением химиопрепарата. В 2018 году нами был получен патент «Способы селективной доставки химиопрепарата к сетчатке глаза при лечении интраокулярной ретинобластомы у детей». Из проведенных исследований следует отметить три основных. 2012 и 2017 год – возможности локальной химиотерапии у пациентов с ретинобластомой групп С и Д. 2011 и 2017 год – селективная интраартериальная химиотерапия при лечении детей с интраокулярной ретинобластомой. И октябрь 2018 и декабрь 2019 года – роль трехкомпонентной селективной интраартериальной химиотерапии при неудачах стандартного органсов роняющего лечения детей с интраокулярной ретинобластомой. Возможности локальной химиотерапии у пациентов с ретинобластомой групп С и Д были исследованы у 70 больных с семейством семью пораженными глазами. Использовался оригинальный разработанный в нашей клинике протокол с последовательным использованием системной и интраартериальной, а при необходимости и интравитриальной химиотерапии. Максимальное количество курсов системной химиотерапии составило 6, а интерартериальной и интравитриальной – 3. При необходимости использовалась локальная терапия. Была достигнута общая органная выживаемость, которая составила в группе С и в группе Д практически одинаковые результаты – 80%. В одном случае лишь была применена дистанционная лучевая терапия. Общая выживаемость составила почти 98%. Погиб один пациент с ретинобластомой от второй злопачественной опухоли. Кроме указанного протокола выше, с 2016 года стал применяться широко протокол использования первичной интравитриальной и интравитриальной химиотерапии с чередованием с фокальной терапией. Дозы химиопрепаратов зависели от возраста пациента. При тяжелых рецевирующих ретинобластомах, в том числе и обсеменемости плавидного тела, использовалась двухкомпонентная химиотерапия препаратами миофоланг и топотекан. А при необходимости эти же препараты использовались как альтернирующий курс лечения при интравитриальном введении. Селективная интравитриальная химиотерапия при лечении детей с эндроокулярной ретинобластомой была применена в лечении у 110 детей при пораженных в 129 глазах. Больные распределились по двум группам. В первую группу вошли пациенты, у которых проводилось лечение по протоколу специальному, где чередовалась системная и локальная химиотерапия, а также пациентам, у которых были рецидивы, заболевания, либо опухоль не поддавалось лечение уже после проведения и завершения лечения. И вторая группа пациентов, когда локальная химиотерапия использовалась первично. Какие же результаты были получены? В первой группе органная выживаемость составила порядка 79%, во второй группе 92%. Но следует отметить, что средний срок наблюдения у второй группы почти в два раза меньше, чем в первой. Из осложнений встречались единичные осложнения. Они были распределены на три основные группы. Это группа интрооперационных осложнений, группа общих осложнений и локальных осложнений. Группа интрооперационных осложнений, таких как спазм внутренней сонной артерии или мозговых артерий, встретилась в одном проценте случаев. О таком грозном осложнении, как околопульмонарный рефлекс, расскажет следующий докладчик на новононном теням. Я на этом останавливаться не буду. Среди группы общих осложнений следует отметить нарушение мозгового прообращения почти в одном проценте случаев, но все эти осложнения были в начале установки этой методики, в начале изучения этой методики. И в настоящее время с такими осложнениями мы уже не встречаемся. Следует отметить также, что в 4,5% случаев встречалась гемотологическая токсичность, но в основном у пациентов, у которых была двухкомпонентная селективная интраартериальная химиотерапия. Из групп локальных осложнений с внеглазными проявлениями в 15% отмечался транзиторный отек век и в 3,5% птос верхнего века. Остальные внеглазные проявления, такие как ратериит лобной области, птос века и девиация глазного яблока, некроз мягких тканей щеки встретились в единичных случаях. Из внутриглазных проявлений, как осложнений, следует отметить ослойку сетчатки, которая встретилась в 4% случаев. Здесь представлен пример эффективности сочетанного органсохраняющего лечения у пациента с односторонней ретинобластомой группы D. На первом рисунке, обозначенном буквой А, представлена фотография с ослойной сетчаткой и с нечетко контурируемой путней опухолью, рефлекс желтого цвета. На втором снимке, обозначенной группой B, мы видим сокращение опухоли в размерах, что произошло после трех курсов системной химиотерапии. Сетчатка практически прилегла, и опухолевый узел почти весь реализовался в кульцинат. Стал дифференцироваться диск зрительного нерва. На последней картинке, обозначенной группой B, мы видим глазное дно после окончания полной программы лечения с применением селективной интраартериальной и интравитриальной химиотерапии, сформированный кульцинат без признаков активности опухоли. Второй пример эффективности сочетной локальной химиотерапии после трех курсов селективной и трех курсов интравитриальной химиотерапии у пациентов с односторонней ретинобластомой группы D. На первом снимке мы видим огромную опухоль, которую применирует стекловидное тело, массивные множественные отсевы в стекловидном теле. На втором картинке мы видим состояние глазного дна после завершения лечения. Опухоль реализовалась практически полностью в кальцинат, резко сократилась в размере, хорошо визуализируется диск зрительного нерва, признаков активной опухоли нервов. Исследование, которое недавно мы провели, оно всего на 15 пациентах основаны выводы. Но все же, эта группа пациентов, несмотря на проведение многократных опций ордансохраняющего лечения, к сожалению, имели признаки либо остаточной, либо рецидивирующей опухоли. И таким пациентам была проведена трехкомпонентная селективная энтероартериальная химиотерапия препаратами мелфолон, топотекан и карбоплотин. Из 14 глаз удалось спасти 10, что составило 71%. Средний срок наблюдения у пациентов составил около 14 месяцев. Дополнительное локальное лечение потребовалось 9 из 10 глаз. И вот здесь также вы видите пример на первой картинке, где обозначен продолженный рост. Вторая картинка – состояние глазного дна спустя месяц после трехкомпонентной химиотерапии. Далее мы видим состояние глазного дна без признаков остаточной опухоли после дополнительного лечения. И последняя фотография, последний визит – это единственный глаз, кстати, у ребенка без признаков активной опухоли. Основными достижениями мы считаем увеличение общей пятилетней выживаемости с 92% до 98% после начала лечения, после 2011 года, когда мы стали широко применять локальную химиотерапию. Применение дистанционной лучевой терапии сократилось почти в 8 раз. В настоящее время дистанционная лучевая терапия не применяется. Вообще в клинике она уже не применяется с 2014 года. Также снизилось количество удаленных глаз с 40% до 15%. Достигнут социально-экономический эффект в виде сокращения сроков госпитализации с 35 до 2 койко дней, уменьшения риска возникновения вторых злокачественных опухолей, нарушения роста костей, образующих орбиту, в связи с тем, что мы отказались от дистанционной лучевой терапии. И теперь есть новые методы, которые могут ее заменить. Снижение вероятности утраты органа зрения, а также госпитализации для сопроводительного лечения. А также уменьшение психологической травмы с более широким выбором профессиональной ориентации. Основным выводом мы считаем, что наилучшие показатели органов выживаемости зависят от индивидуальных комбинаций как локальной актримологической, так и локальной химиотерапии. Благодарим за внимание.